Еще недавно Егор Зимин болел за красную машину, а сегодня, несмотря на мороз, отрабатывает броски на катке на площади Коваленко. У ребят из 38-й школы Саранска остается всего три дня до решающего матча с командой из 29-й гимназии. В рамках общегородского дня здоровья юные хоккеисты устроят показательные баталии. Соратники Егора уже дважды побеждали гимназистов. Надеются, что и в третий раз фортуна будет на их стороне. И эту победу они посвятят золотым чемпионам российской сборной по хоккею. Проснулся специально рано утром и болел. Когда забили финальный гол, кричал на весь бил, ура, ура, всех обзванивал. Очень горжусь сборной России, не думал, что они выиграют таким составом. Глава пролетарского района Александр Кузьмин тоже любит хоккей. Был вратарем и планирует вспомнить спортивные навыки в ближайшие выходные. В этом году в Саранске впервые решили устроить единый спортивный праздник для горожан. В субботу в разных районах города пройдут веселые старты. Папа-мама-я спортивная семья, лыжные гонки и не только. Перетягиваем канатов на площади, толкание гири, разные тоже весовых категориях. Ну и это будет как бы более связано с семейным праздником. Ну, раньше помните, был это Папа-мама-я, дружная семья. И в пользу случая приглашаю всех жителей пролетарского района, города Саранск, прийти, поучаствовать, получить призы, получить истинное удовольствие от этих спортивных мероприятий. Всех желающих принять участие в массовых турнирах будут ждать не только в пролетарском районе. На катке по улице Гожувской и экопарке на Маховой, на площади Тысячелетия и возле парка Пушкина, на стадионе Саранск в юго-западной части города. В обязательном порядке будет везде чай, каша, полевая кухня. И в этот день прокат лыж и коньков, муниципальных наших прокатов, будет бесплатный для всех горожан и гостей. Хотя также по документу, который удостоверяет личность, чтобы с целью безопасности этих... Участников ждет не только спортивная программа. Во всех районах будут работать и концертные площадки. Зимний семейный праздник проведут под девизом «Здоровая семья – здоровый город». Организаторы не исключают, что общий городской день здоровья может стать вторым днем города. Алена Маскалева, Владимир Ильин. Наш Новость.